Добрый день! Информационная служба телеканала ОРТ. Я, Анна Втюрина, приветствую вас в эфире. Наши корреспонденты готовы рассказать о главных событиях региона. И начнем с краткого обзора основных тем этого вторника. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Встречаем Кубок Победы. Всероссийский турнир по боксу стартует в СКК Оренбуржья уже в эту пятницу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В России официально подтвержден первый случай оспы обезьян. Его выявили у вернувшегося из поездки в Европу молодого мужчины, сообщает Роспотребнадзор. Путешественник обратился в медицинское учреждение с характерной сыпью. Сейчас пациент изолирован и находится в больнице. Болезнь протекает в легкой форме, отмечают врачи. Уже остановили, с кем он контактировал. За этими людьми наблюдают медики. Вовремя начатое эпидрасследование поможет предотвратить дальнейшее распространение инфекции, уверенная в Роспотребнадзоре. Теперь к происшествию. Водолазы нашли тело одного ребенка. Поиски второго продолжаются. Напомним, трагедия произошла в воскресенье на Урале, вблизи Елека. Региональный следственный комитет проводит проверку по факту гибели двух школьниц. Сообщается, что дети играли в районе места отдыха столбики. В какой-то момент их понесло течение. О происшествии взрослым сообщил третий ребенок, который в тот момент находился на берегу. На месте инцидента уже третий день работу продолжают водолазы, аборитно-спасательные службы, сообщают в департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбургской области. Они обследуют дно реки вниз по течению от предполагаемого места происшествия. Как сообщают специалисты, работа усложняется сильным течением и большим количеством омутов. Волонтеры Оренспаса обследуют водную поверхность и береговую зону. Новая экономическая реальность. Сегодня в Оренбурге встретили делегацию из Узбекистана. В Доме советов с ее представителями обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. Представители делегации из Узбекистана с членами правительства области обсуждают направления для дальнейшего сотрудничества. И их, как говорят участники беседы, немало. В центре внимания укрепления уже имеющихся связей. Значимым аспектом двухсторонного сотрудничества остаются взаимовыгодные торгово-экономические и инвестиционные связи. Предпринятые обоими странами шаги по углублению. Кооперация позволила поднять взаимные торговые отношения на новый уровень. В связи с этим является высокий статус, который занимает Россия, Российская Федерация в качестве ключевого торгово-экономического партнера и главного инвестора экономики Узбекистана. Гости отмечают, сегодня большие задачи ставят по импортозамещению и усилению работы в этом направлении. Значительное внимание уделяют развитию промышленности. На встрече достигают определенных договоренностей. Так представители оренбургских предприятий в скором времени посетят Узбекистан. Представят свой промышленный потенциал, потому что у нас действительно колоссальный промышленный потенциал есть в предприятиях нашей области, которые могут торговать своей продукцией по всему миру. И сегодня это такая первая встреча установочная, в рамках которой мы договорились об основных направлениях нашего развития. В первую очередь это, конечно же, развитие промышленности. Намечены поставки промышленной продукции оренбуржья на рынки Узбекистана. Еще одно направление совместной работы – это развитие сельского хозяйства. Порядка 200 миллионов долларов составляет товарооборот между территориями. Сегодня важно продолжать его наращивать, используя при этом конкретные предприятия. Также отмечается на уровне Оренбургской области создан центр импортозамещения. И уже порядка 20 крупных инвестиционных проектов запускаются в регионе. Сейчас образуются новые ниши, и важно, чтобы их заняли местные предприниматели. Какую именно продукцию создают местные производители, делегации из Узбекистана увидят сегодня на одном из оренбургских рынков. Энергия будущего. В областном центре открыли первую заправку для электромобилей. Как сообщают в региональном министерстве промышленности и энергетики, в скором будущем такие станции появятся повсеместно. Быстро, качественно и экологично – так можно охарактеризовать новую электрозаправочную станцию, расположенную на улице Пролетарской. На данный момент она единственная в областном центре. Одновременно на такой станции могут заряжаться по два автомобиля. А чтобы полностью зарядить батареи, потребуется всего лишь полчаса. Привлекает и техническая сторона заправки. Устройство состоит из модульных конструкций. По словам специалистов, даже при выходе из строя одного блока электрозаправка продолжит функционировать. Стоит отметить, что до появления оборудованной площадки владельцы электроавтомобилей заряжали свое устройство дома. А это достаточно затратно. Как финансово, так и по времени. Сегодняшний день для нас, я считаю, знаковое перспективное направление. Знаковое с одной стороны. Почему? Потому что эта электрическая заправочная станция открывается на территории заправочной станции, которая торгует традиционными видами топлива, дизельное топливо, бензин. Соответственно, это первое направление, первый шаг, знак, сигнал о том, что для наших автозаправочных станций это будет являться перспективным и будет развиваться в будущем. Сегодня, по официальным данным, в Оренбурге зарегистрировано 135 автомобилей. Также Дмитрий Кулаков отметил, что в первом квартале 2023 года в Оренбурге должна появиться электрозаправочная станция местного производства. Разработкой технологии и изготовлением устройства занимается завод «Инвертор». На эти цели предприятию выделили более 11 миллионов рублей из регионального фонда развития промышленности. По планам электрозаправки от Оренбургского производителя будут реализованы не только в нашей области, но и в других регионах страны. Спортивный комплекс «Маяк» и парк «ТРЗМ» – два объекта в промышленном районе, которые требуют серьезного внимания со стороны властей. Если на одном из них работы в самом разгаре, то на другом их еще не начинали. Депутат Законодательного собрания области Александр Кунеловский осмотрел оба. Какое будущее у проблемных территорий – в сюжете с места событий. Спорткомплекс «Маяк» – центр для всей спортивной молодежи промышленного района. Во время учебного года здесь занимаются и школьники из ближайших учебных заведений. Однако базе нужна масштабная реконструкция. Коммуникации, как и положено, вывели за пределы футбольного поля. Теперь можно заниматься благоустройством и оснащением. Проект, который был выполнен ранее, будет пересмотрен. Мне кажется, что ваши специалисты с горспорткомитетом должны внимательно посмотреть проект, актуализировать его по составляющим. Долгожданная реконструкция парка возле Дома культуры «ТРЗ». Территория вошла в нацпроект «Жилье и городская среда». До окончания работ полтора месяца. А здесь почти готова детская и спортивная площадки. Уложены пешеходные дорожки. Завершено основание под хоккейную коробку. Впереди озеленение, устройство системы освещения, замена ограждения, ремонт площадки для массовых праздников. Планируется переделать и сцену. Самое главное, чтобы этот парк потом был наполнен жизнью и сохранялся в самом лучшем виде, как он есть. И только чтобы содержание прирастало и в спортивном отношении, и в культурном. Здесь были всегда в советское время танцы. Надо в субботу, чтобы здесь люди танцевали под живой оркестр. Вот тогда мы будем говорить, что парк живет. Жители промышленного района добивались реконструкции парка два года. Их поддержали депутаты законодательного собрания. А на день города Оренбурга планируется торжественное открытие благоустроенной зоны отдыха. Татьяна Штылер, Ольга Энгельс, Семен Воробьев. Новости дня. А сейчас ненадолго прервемся. И вот о чем расскажем в нашем выпуске далее. Область получит федеральную поддержку. Порядка 10 миллиардов будет потрачено на новые дороги и модернизацию ЖКХ. Встречаем Кубок Победы. Всероссийский турнир по боксу стартует в СКК Оренбуржья уже в эту пятницу. Это новости дня. Мы продолжаем. Оренбуржья получит порядка 10 миллиардов рублей на реализацию инфраструктурных проектов и модернизацию жилищно-коммунального комплекса. Наш регион – один из активных участников федеральных программ, позволяющих субъектам привлекать финансирование на создание необходимой инфраструктуры и формирование комфортных условий для жизни людей. Как сообщает правительство области, одобрена заявка на реализацию в 2022-2024 годах трех инфраструктурных проектов стоимостью почти 6 миллиардов рублей. Речь идет о комплексной застройке жилого микрорайона «Молодой Оренбург» площадью 605 гектаров на северо-востоке города, проекте модернизации транспортной инфраструктуры Оренбурга и мероприятиях по электроснабжению в рамках проекта строительства особой экономической зоны промышленно-производственного типа Оренбуржья. Кроме этого, дополнительно более 2 миллиардов рублей инфраструктурного кредита поступит на строительство двух двухуровневых транспортных развязок леверного типа, на улице Гаранькина и на проезде Северном для обеспечения транспортной доступности микрорайона 20А в Оренбурге в 2024-2025 годах. На финансирование строительства, реконструкции и модернизации объектов ЖКХ Оренбуржье утвержден лимит заемных средств из Фонда национального благосостояния в размере чуть более 2 миллиардов рублей. Регионам поданы заявки на получение займов для реализации 13 проектов модернизации в сферах тепла и водоснабжения в Оренбурге, Бузлуке, Новотроицке, Орске, Кувандыкском городском округе. Общая стоимость проекта составляет почти 3 миллиарда рублей, из которых 2,15 миллиардов федеральные средства. Почти четыре десятка загородных и более 300 лагерей дневного пребывания работают сегодня для юных оренбуржцев. В Министерстве социального развития региона подчеркнули, что за лето отдохнуть и поправить свое здоровье смогут более 155 тысяч ребят. На летнюю оздоровительную кампанию детей Оренбуржьей будет потрачено более 700 миллионов рублей из разных источников. Главный тренд тематической направленности в детских лагерях – патриотическое воспитание. Один из вопросов летней оздоровительной кампании, на которую стоит обращать внимание родителям – это предварительное бронирование мест. Специалисты отмечают, что реестр лагерей в постоянном доступе. Они запускаются после того, как межведомственная комиссия примет их в эксплуатацию. К вопросу выбора необходимо отнестись с особой ответственностью. Лагеря в реестре есть, родители их могут видеть, заранее уже планировать. Где-то ориентировочно с апреля, марта уже можно и заниматься бронированием. Но только чтобы это не происходило, говорю, как иногда происходит. Бронирую в четырех местах, потом счастливо, что ребенок в один лагерь попал, но у остальных он, соответственно, с брони не снят и место стоит. Вопрос автоматического снятия бронирования при неопределенности или неоплате мест будет подниматься и в дальнейшем. В центре внимания и вопрос стоимости сертификатов. Она увеличена в апреле. Так, санаторный день стоит 1354 рубля. Лагерь без лечения – 1064 рубля. А стоимость набора продуктов питания в лагере дневного пребывания – 121 рубль 50 копеек. В этом году восемь инклюзивных смен проведут на базе Солнечной страны и регионального молодежного центра «Авангард». Отдохнут и получат заряд бодрости 425 детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Всего же в течение этого года все формы отдыха, оздоровления и занятости охватят более 155 тысяч юных оренбуржцев. Теперь о спорте. На этой неделе в областном центре пройдет пятый этап всероссийского турнира по боксу «Кубок Победы». В СКК Оренбуржье состоялась пресс-конференция, на которой о событиях рассказали детальнее. Новый масштабный проект – это матчевые соревнования. Шесть команд-участниц, собранных из лучших боксеров федеральных округов. Профессиональный регламент поединка. Все сборные по разу встречаются друг с другом. Две лучшие по итогам пяти этапов разыграют Кубок. Предыдущие туры проходили в Москве, Петербурге и Казани. И то, что завершающий состоится в Оренбурге, вызывает настоящую гордость. Этот этап, давайте так точнее, это полуфинал. Финал будет в Москве. Полуфинал – это в Оренбурге. Ну, так складывается, да, это последние бои. И это было условие нашего губернатора. Не то, чтобы мы просили там, нам дали. Да нет, губернатор сказал, мы примем. Но только если полуфинал будет у нас в Оренбурге. Если нет, ну, извините, там, в Красноярске, где хотите. Там претендентов было много. Команде «Кама», составленной из боксеров Приволжского и Уральского округов, на ведущих ролях выступают наши земляки-оренбуржцы. Мамедов, Гараев и Сафаров на всех провели пять поединков, четыре из которых выиграли. «Кама» изначально рассматривалась как один из главных фаворитов и без поражений шла до четвертого питерского тура, на котором в упорной борьбе уступила хозяевам. Но осталась на второй строчке общего зачета. Четыре команды имеют шанс пробиться в финал. Поэтому ничего еще не ясно. Перед последним этапом у нас, конечно же, предпочтительные шансы. Но мы можем занять как первое, так и четвертое место. Вот так я вам скажу. Поэтому мы очень тщательно подбирали состав команды на последний этап. У нас в каждом весе, в пяти весовых категориях, по четыре спортсмена заявлено. Два основных, два резервных. На большой арене СПК Оренбурга заканчивается последнее приготовление к трем подряд вечерам бокса. Организаторы постарались принести что-то новенькое. Будет битва взглядов, развлекательная программа, другие сюрпризы. Предполагается первоклассное зрелище. Для нас, для министерства, важна массовость. Безусловно, высший спорт – это прекрасно. Но социальная задача все-таки лежит при общении как можно больших людей, большего количества детей, молодого поколения в спорт. И такие вещи, они, наверное, лучше всего реализуют эту задачу. Действо начнется в пятницу супер-матчем Москва-Ленинград. В воскресенье регулярный розыгрыш Кубка завершит встреча Кама-Тула. Анатолий Юденич, Семен Воробьев, Новости дня. В Оренбурге 12 июля четвертый класс пожарной опасности объявили в 11 территориях. Об этом сообщают в региональном МЧС. В этот список вошли Бузулук, Бугуруслан, Солилецкий, Сорочинские городские округа. А также Бугурусланский, Бузулукский, Илекский, Новосергеевский, Первомайский, Светлинский и Шарлыцкий районы. Из-за максимально высокой температуры воздуха количество таких районов увеличивается в разы. Сегодня в области практически повсеместно в дневные часы температура воздуха поднимается выше 30 градусной отметки. О жаре сегодня пойдет речь и в программе «Прямой эфир» на ОРТ. Мои коллеги Елена Кузнецова и Вячеслав Кампы вместе со специалистами попробуют разобраться, как уберечь себя от тяжелых последствий перегрева. И вот что еще будет в программе. Смотрите в прямом эфире «Опасная жара». Закрытые в машинах дети и падающие в обморок пешеходы. Все, что нужно знать о безопасности в плюс 35. Спорт в массы, где можно тренироваться забесплатно. Лучшие общедоступные площадки и комплекс упражнений от министра спорта. Это и не только. Не пропустите сегодня в 19.30 на ОРТ. На этом все. Напоминаю еще больше новостей на нашем сайте ortntv.ru. Присоединяйтесь и к группам телеканалов в социальных сетях. Теперь вы – соавторы наших новостей. Если вы стали очевидцем какого-то события или столкнулись с проблемой, которую не можете решить самостоятельно, присылайте видео, фото и сообщения в мессенджер ОРТ. Прямо сейчас они на вашем экране – 8 987 852 6011. Работает и круглосуточный телефон. Горячие линии – звонок бесплатный. Я же с вами прощаюсь и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин